На календаре 19 декабря. 19 декабря 1912 года император Николай II утвердил устав Самарской биржи. Вопрос об ее открытии обсуждался еще в 1869 году. После появления железной дороги экономика Самары стала бурно развиваться. Одного только зерна в урожайные годы отгружали до 50 миллионов пудов, а было еще сало, мясо, кожевенное сырье. И везли в Самару тоже немало. Листовое железо, оборудование для мельниц, текстиль. Быстрое развитие коммерции требовало цивилизованных форм торговли. В результате появилась Самарская биржа. Что у безработицы женское лицо доказал 1918 год. В то время в Самаре в поисках работы метались многие женщины. Чтобы покончить с безработицей, в губернии развернули широкомасштабный план действий. Подключили к решению проблемы трудоустройства столовые и прачечные. А 19 декабря 1918 года началась запись женщин на курсы санитарок. 19 декабря 1980 года в полку телевизоров прибыло. Как писали в тот день куйбышевские газеты, на предприятии «Экран» успешно прошел государственное испытание новый телевизор «Каскад-225». От своего предшественника он отличался вдвое меньшим потреблением электроэнергии и четкостью изображения. Опытная партия телевизоров составила 100 штук. Ровно 70 лет назад, 19 декабря, появилась на свет Анастасия Вертинская. Представительница славной художественно-артистической династии. Одна из красивейших актрис отечественного театра и кино снялась во многих известных кинофильмах. Гамлет, Безымянная звезда, Алла и паруса, Человек-амфибия и многих других. Французский язык принято считать одним из самых красивых в мире. Следующая героиня сегодняшнего дня пела именно на нем. В 1915 году, 19 декабря, появилась на свет будущая известная певица, прозванная воробушком Парижа Эдит Пиаф. А еще 19 декабря родились немецкий актер, режиссер Тиль Швайгер, советский литовский баскетболист, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в составит сборной СССР Арвида Сабонис, советская и российская актриса, режиссер, педагог, народная артистка СССР Галина Волчек, советский государственный и политический деятель Леонид Брежнев, российский музыкант, участник группы Ума Турман Владимир Крестовский и советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Николай Скоробогатов. Максимы и Николай сегодня отмечают День Ангела. 19 декабря день одного из самых любимых и почитаемых на Руси святых Николая Угодника, или Чудотворца. Можно сказать, что именно с Николой Зимнего начинается череда рождественских и новогодних праздников, которые заканчиваются ровно через месяц праздником Крещения. Раньше в этот день повсюду открывались зимние сельские ярмарки, справляли Никольщину, пир в складчину. На Николу никому нельзя было грустить, считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Савы, морозит реки и озера. Никола загвозит то, что савана мастит, подмечали наши предки. Если перед Никольным днем выпадал ини, можно было ждать хорошего урожая овса. Таким был в истории 19 день первого месяца зимы. Хорошего вам дня!